Казахстанский тяжелоатлет намерен отстаивать свою олимпийскую медаль в апелляционном суде. Золотого призера Олимпиады в Рио Нижата Рахимова лишают не только главной награды, его на 8 лет отстраняют от соревнований. Об этом стало известно накануне. Антидопинговый департамент спортивного арбитражного суда признал штангиста виновным в употреблении запрещенных препаратов. С вердиктом спортсмен не согласен. Мне очень жаль, что мои доводы о непричастности к этой ситуации не были приняты арбитром в ходе слушания в августе прошлого года. Также с их стороны не дана оценка действиям тех людей, кто забирал пробы и был в целом ответственен за этот процесс. Ведь по сути вопросы должны быть к ним и к их руководителям, которые, как показало время, оказались далеко не чистыми на руку людьми. Олимпийский чемпион оказался в центре спортивного скандала в прошлом году. В январе 2021-го Международное агентство допинг-тестирования заподозрило, что Нижат Рахимов перед играми в Рио-де-Жанейро подменил анализы. Пока длилось расследование, Рахимова отстранили от всех состязаний и учебно-тренировочных сборов. Из-за этого атлет не попал на Олимпиаду в Токио. И в ближайшие 8 лет он вряд ли поедет представлять Казахстан на международные соревнования. Рахимов не первый тяжелоатлет, которого решили оставить без медали. Шесть лет назад Олимпийские награды отобрали у Ильи Ильина, Майи Манезе, Зульфии Чиншанло и Светланы Подобедовой. Но у Рахимова еще есть шанс доказать, что золотую медаль он выиграл честно. Профильная федерация готова ему в этом помочь. С момента слушания, а это уже более полугода, ни в адрес атлета, ни в адрес федерации не поступало никаких дополнительных запросов и уточнений. Стоит отметить, что данный вердикт является решением первой инстанции, поскольку слушание проходило на уровне антидопингового департамента КАС с участием одного арбитра. Субтитры создавал DimaTorzok